Гипертонию, головные боли, диабет, заболевания порно-двигательного аппарата можно вылечить без лекарств. По авторской методике доктора Шишонина. Филиал Московской клиники, теперь в Тарусе. Микроанатомическое УЗИ гарантирует точный диагноз. Индивидуальные программы лечения под контролем врача. Методика доктора Шишонина запатентована. Бесплатный номер для записи к врачу и консультации. 8 800 555 76 81. Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Ирины Зайцевой. Сегодня в выпуске главные темы. Какой будет набережная в Серпухове? Проект обсудили на оперативном совещании. Я, гражданин России, в День космонавтики в Молодежном центре «Патриот» прошла церемония вручения паспортов. Как уберечь имущество? На помощь придут росгвардейцы. Сбор гуманитарной помощи, реализация государственных программ, поддержка семей с детьми. Другие темы Андрей Воробьев обсудил сегодня на еженедельном совещании с членами правительства Московской области и главами муниципалитетов. В начале губернатор поздравил всех с Днем космонавтики и отметил, что данная сфера имеет огромное значение для Московской области. Первым в мире покорил космос СССР. Для того, чтобы брать новые вершины, каждый в своей области должен стремиться быть лучшим. Сегодня в центре внимания правительства региона региональные и федеральные вопросы экономики и работы предприятий, трудоустройства и занятости населения. Мы уже начали большую работу по сессиям, их назвали ярмарками. Не важно. Важно, что эти мероприятия весьма эффективны. В Шереметьево у нас полторы тысячи человек пришло на мероприятие, 500 нашло новую достойную работу. Это значит, когда ищешь, то всегда находишь. Если уделяешь этому внимание, то, соответственно, люди получают работу и семьи могут планировать будущее. Особое внимание губернатор уделил темам IT и микроэлектроники. На федеральном уровне принято решение об освобождении на три года налога на прибыль. Вы знаете, всех тех, кто занимается IT, ипотека, освобождение от армии молодых ребят. У нас задействовано порядка 30 тысяч человек, и мы третий в стране по значимости, по вкладу в IT-индустрию. Очень важно нам провести, Екатерина, встречу. Что еще дополнительно нужно на нашем уровне, на местном уровне для IT-шников, чтобы они были максимально задействованы и выдавали важные продукты. Ну а мы со своей стороны, это уже наша полномочия, Игорь Юрьевич, внесем закон по снижению ставки по упрощенной системе и доход-расход. Радикально снизим с 6 до 1 процента и с 15 до 5. Поэтому все эти мероприятия мы сделаем, и налог на имущество также снизим в два раза. Тема гуманитарной помощи сегодня одна из актуальных. Федерация бокса России вчера отправила из Серпухова 30 фор гуманитарной помощи мирному населению Украины и беженцам ДНР и ЛНР. На сегодняшний день в Подмосковье работает 130 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи. Они базируются в волонтерских и молодежных центрах, в муниципальных общественных палатах, вузах и СУЗах. Дополнительно сбор помощи осуществляется в местных отделениях партии «Единая Россия». Все адреса, график работы, контактные телефоны можно посмотреть на платформе регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Для тех, кто хочет помогать в пунктах сбора или тех, у кого есть дополнительные вопросы, на слайде мы указали почту для обратной связи. Также на платформе размещен список тех товаров, которые мы принимаем в пунктах сбора. Все желающие могут принять участие в сборе гуманитарной помощи. Пункт приема работает во Дворце культуры «Россия». При поддержке партии «Единая Россия» и общественной палаты уже собрано большое количество продуктов, вещей первой необходимости. Качество жизни измеряется развитием образования и здравоохранения, отметил губернатор. Программа поддержки уже работающих врачей, а также привлечения новых кадров в действии. В Серпухове, например, медикам передали наибольшее количество земельных участков. 15 врачей уже воспользовались данной мерой поддержки. На стадии формирования еще 22 участка. Всего в 2022 году в Московской области для медиков планируется выделить тысячу земельных участков. Подмосковье остается одним из лидеров по строительству объектов в социальной сфере. В Серпухове начались подготовительные работы по строительству многопрофильной поликлиники в районе Ивановские дворики. Говорили и о поддержке семей с детьми. Указом президента установлена новая выплата для малообеспеченных семей. Более 90 тысяч детей от 7 до 18 лет могут рассчитывать на дополнительные пособия. Хочу подчеркнуть, что это выплата самым нуждающимся семьям. У кого доход ниже 14 700 рублей на каждого члена семьи, также рассматривается имущество. Должно быть не более одного дома, одной квартиры или одного автомобиля. Заявление на получение пособия можно подать с 1 мая на федеральном портале госуслуг или в офисе МФЦ. При этом выплата поступит не только за май, но и за апрель. Тема благоустройства и содержания в чистоте населенных пунктов также не осталась без внимания. С 15 апреля по 30 мая начинается новое голосование по формированию комфортной городской среды. Обращаю внимание, что это важное мероприятие, потому что федеральная программа позволяет благоустраивать самые малые, но очень дорогие нам исторические города, которые всегда, когда туда приезжаешь, радуют глаз. Навести порядок после зимы, очистить дороги, тротуары, привести в порядок дворы, парки – задача не только коммунальщиков и муниципальных учреждений. Все желающие могут продолжить традицию весенней уборки. Общий областной субботник «Доброе дело» пройдет 16 апреля. Обсудили проект благоустройства набережной реки Нара и деятельность волонтеров Серпухово. Сегодня в администрации прошло оперативное совещание. Здесь прогуливаются горожане и гости города, но пока лишь по скверу. И фотографируются лишь со старым рыбаком и его внуком. А потенциал у данного городского пространства есть. На берегу Нары, церкви, монастыри, старинные здания – здесь все дышит историей. Подчеркнуть историческую ценность и создать комфорт, соединить прошлое и настоящее. Вот задача проекта благоустройства набережной реки. В прошлом году на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях наш городской округ одержал победу в номинации «Исторические поселения». Основное место в проекте занимает открытая поляна с разнотравьем пойма, которая призвана стать главным общественным пространством территории. Здесь расположен главный павильон и площадка для мероприятий, а также смотровая площадка, откуда открывается вид на все доминанты центра города, Высоцкий монастырь и саму территорию. По мере продвижения в сторону Высоцкого монастыря активные зоны будут сменяться тихими с павильоном, библиотека и ротондой. Вдоль берега будут деревянные мостки для прогулки и созерцания водных растений. Второй вход на территорию набережной будет с улицы Театральная, где располагается основная парковка, уже созданная для Принарского парка. Здесь появится входной павильон с охраной. Проект предусматривает и строительство лодочной станции. А еще будут высажены более 200 клёнов, ив, ольхи, берез, елей в окружении кустарников, кумб и мавританского газона. Концепция красивая, проект интересный. Но немаловажным фактором является, наверное, это качество выполнения работ, которые будут выполняться подрядной организацией после контрактации. Я знаю, что 14-го числа подведение итогов конкурса, и я надеюсь, что у нас будет определенная подрядная организация. Вот исходя из этого, я бы хотел попросить вас взять на самый строгий контроль качество выполнения работы. С соблюдением всех сроков благоустройство объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области формирования современной комфортной городской среды и финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Серпухов. Еще один вопрос совещания – обсуждение планов волонтерского штаба городского округа. Формирование его в Серпухове началось 6 лет назад. В 2020-м по инициативе губернатора Московской области было сформировано региональное добровольческое движение «Волонтеры Подмосковья». В это же время в Серпухове был открыт местный штаб. Он объединил в себе все волонтерские корпуса, функционирующие в муниципалитете. Ежегодно штаб растет, расширяет поле деятельности. Особенно активный прирост численности добровольцев наблюдался с момента начала пандемии коронавирусной инфекции. В этом году в Серпуховский штаб входит порядка 600 активистов в возрасте от 7 до 70 лет. Сейчас волонтеры Подмосковья объединяют в себе 12 корпусов, каждый из которых имеет свою специфику деятельности. Они созданы на базе образовательных учреждений, учреждений по работе с молодежью, управления культурой администрации и управления социальной защитой населения. Одна из первостепенных задач волонтеров на сегодня – формирование посылок с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. За период работы с февраля месяца при помощи наших волонтеров была погружена и доставлена 31 тонна гуманитарной помощи. Волонтеры продолжают работать на пункте и каждый день, и в настоящее время. Среди перспективных планов Серпуховского штаба волонтеров Подмосковья следует выделить проведение образовательных программ для волонтеров, вовлечение в социальное партнерство с целью поиска новых направлений добровольческой деятельности и участие в социально значимых мероприятиях муниципального, регионального и федерального масштабов. Поехали! В день космонавтики в молодежном центре «Патриот» прошла церемония вручения паспортов. Свой главный документ гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке получили 9 юных серпуховичей. Это отличники учебы, победители предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Клянемся свои знания, труд и силы отдать на то, чтобы быть настоящими патриотами земли русской и всемирно способствовать возрождению великой России. Клянемся! Клянемся! Капитан сборной команды «Девушек по волейболу», неоднократный победитель турниров и первенства Московской области, воспитанница спортивной школы «Русский медведь» Ирина Юдина клянется своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя городского округа Серпухов. Я планирую связать свое будущее со спортом и самое главное, я хочу это связать с маркетингом и я очень буду к этому стремиться. И буду работать на наше благо городского округа Серпухов. Для меня это сегодня очень важный день и это очень радостный день, потому что бывает очень редко такая возможность получить от главы города паспорт и я очень этому рада. Для меня это стимул и цель достигать больших успехов в будущем. Достичь больших успехов в будущем планирует еще один победитель и призер всероссийских соревнований, первенство Московской области по плаванию Павел Семенов. Школьник долго готовился к торжественной церемонии вручения паспортов. Для меня получить паспорт значит, что это начинается взрослая жизнь, что я уже сам отвечаю за свои поступки и за все то, что я делала. Особенно для меня почетно то, что я из лучших в этот торжественный праздник получу свой первый важный документ. Первый важный документ ребятам в торжественной обстановке вручил глава муниципалитета Сергей Никитенко. Дорогие ребята, мне очень хочется, чтобы с этим получением основного документа, подтверждающего вашу принадлежность к нашей великой стране, к нашей России, перед вами открывались новые возможности, новые пути реализации ваших мечтаний, наверное, ваших идей. Это очень важно. Мне хотелось бы пожелать вам в дальнейшем уверенно идти по жизни. Те мечты и идеи, которые вы планируете в скорейшем времени, осуществились, чтобы потом мы могли в дальнейшем вместе с вами строить лучшее будущее нашей страны. Ребят также поздравили депутаты Государственной Думы Александр Коган и городского совета Евгений Клюев. Это реально большая честь. Вы становитесь полноправно гражданами Российской Федерации, которые представляют самую большую, самую сильную, самую перспективную, сокромной историей страну, родину, которой по праву можно гордиться. И хочу еще раз вас поздравить всех с таким событием, с получением паспорта гражданина Российской Федерации, пожелать вам успехов в учебе, крепкого здоровья всем вам и всем вашим близким, ну и чтобы исполнить все ваши мечты. Если они будут связаны с космосом, то это будет просто великолепно. В торжественной церемонии вручения паспортов, которая приурочена ко Дню космонавтики, также принял участие начальник отдела по вопросам миграции Муниципального управления МВД России Серпуховская, подполковник полиции Роман Горшков. В диалоге с бизнесом в Серпуховской торгово-промышленной палате прошла встреча главы муниципалитета с предпринимателями. Какие вопросы обсудили за круглым столом, расскажем далее. Во время встречи с главой предприниматели рассказывают о своей деятельности. Торгово-промышленная палата в Серпухове была основана в 1994 году, начала функционировать в 1995 году. Организация является одной из старейших и крупнейших в России. В нее входит порядка 250 представителей бизнеса общества. Мы являемся мостом между властью и бизнесом. Встречи на площадке торгово-промышленной палаты, в отличие от таких официальных встреч в администрации, где есть советы руководителя, инвестиционный совет, у нас здесь они проходят в такой неформальной обстановке, и это позволяет наладить эффективные взаимоотношения с властью, задать, может быть, те вопросы, которые не всегда удобно задать на официальные мероприятия, и получить ответы. Это очень важно, это всегда приветствуется и помогает нам. Помогает, в первую очередь, создать благоприятный бизнес-климат в Серпухове и в регионе в целом. Для меня встреча с вами, с руководителями наших крупных предприятий очень важна. В принципе, наверное, мы в состоянии, хотя по множеству, найти и поднять проблематику той или иной, и конкретно взятого предприятия, но мы не будем по-другому, чтобы попытаться эти вопросы решить. Решить, например, вопрос о развитии IT-технологий, цифровизации и дальнейшей реализации проекта «Умный город» на территорию округа. У нас в палате гильдии предприятий информационной технологии более 20 ведущих предприятий, связанных с этим направлением, в нее входят, и мы с удовольствием готовы помогать муниципалитету во всех вопросах, связанных с этим направлением. Это сейчас неизбежный абсолютно процесс. Он экономит довольно большие ресурсы на любом предприятии. И цифровой город, цифровое присутствие – это то, к чему стремится каждое предприятие. Поэтому, я думаю, перспективы очень серьезные. Во время встречи также обсудили ближайшие планы по совместной работе торгово-промышленной палаты и администрации для проведения общегородской выставки промышленности и производства в Серпухове. Хватает ли в Серпухове товаров первой необходимости? Их наличие на складах и в супермаркетах сегодня проверил депутат Государственной Думы Александр Коган. С этого склада продукцию развозят по магазинам Московской, Калужской, Тульской, Орловской и Рязанской областей. Александр Коган в первую очередь обращает внимание на наличие сахара. С точки зрения объема, вы же знаете, сколько палеток у вас сахара было? Сейчас больше, меньше? Раньше держали страховой запас, сейчас чуть-чуть подсезли все. Дефицита сахара и круп, по словам работников склада, нет. В прошлом месяце отмечали повышенный ажиотаж на эту продукцию со стороны покупателей. Однако сейчас спрос начал падать. Похожая ситуация была и в начале пандемии. Так что опыт решения проблем у участников логистической системы есть. Далее депутат Государственной Думы проверяет и запасы средств личной гигиены, детского питания и то и другое в наличии. На оптовых складах региона сейчас до 90% отечественного производства. Так что в случае логистических проблем с другими странами их можно заменить. Что мы увидели? Мы увидели, что склады у нас заполнены 95%. По прошлому году с точки зрения запаса рост плюс 2%. Я попросил статистику за прошлый год, значит 93% были затарены склады оптовые. В этом году 95%, наоборот, плюс 2% идет. Поэтому мы увидели, что дефицита нет никакого. Дефицита на складах нет. Есть ли он на полках в магазинах? Александр Коган проверил один из серпуховских супермаркетов. Депутат проверил наличие товара в первой необходимости, а также сверил сегодняшние цены с прошлогодними. Сахар есть, да? Да, вот. А, ничего себе. А сколько он стоит? Скажите, килограмм. С килограммом и 340. То есть, если поделить на 5, то получается 70. По результатам проверки цены повысились лишь на определенные виды товаров. Например, на сахар, детское питание, средства личной гигиены. А в целом магазины абсолютно полки все полные. Но с точки зрения роста цен видно, что есть инфляция на те виды товаров, которые мы посмотрели, первые необходимости и личной гигиены. По словам Александра Когана, ситуация остается стабильной. На отечественном рынке в основном продукция нашего производства. Кража имущества из дачных домов – одно из самых распространенных сезонных преступлений. О том, как уберечь себя от нежданных гостей расскажем далее. С октября по апрель пора дачных краж. Злоумышленники выносят бытовую технику и мебель, дорогие садовые и бытовые инструменты. Для того, чтобы уберечь свое имущество от возможных противоправных посягательств, необходимо, первое, обеспечить инженерную укрепленность своего дома, квартиры. То есть это поставить надежные двери, замки, оконные проемы. Не оставлять на время отъездов. Все это в открытом состоянии. Ну и основное, чтобы не увидеть потом по приезду, что кто-то в доме побывал, это все-таки поставить технические средства охраны. При попытке проникновения в дом на пульт вне ведомственной охраны Росгвардии поступает сигнал тревоги. Далее вооруженный наряд выезжает для выяснения причин срабатывания. В случае, если действительно в доме находится преступник, он будет задержан и передан в органы внутренних дел. Вне ведомственная охрана – единственное государственное учреждение, которое оказывает на договорной основе услуги. Они направлены на профилактику и борьбу с имущественными и иными преступлениями. С начала этого года вне ведомственной охраны задержан гражданин, который пытался похитить товарно-материальные ценности из гипермаркета «Лента». В городе Пущино нарядом также был задержан гражданин, который совершил угон автотранспортного средства. За последнюю неделю тревожные кнопки сигнализации поставили 10 человек. Однако многие прибегают к услугам росгвардейцев уже после случаев кражи на их земельных участках. Поэтому лучше действовать наперед, обезопасить себя и свое имущество. В Серпухове в Центре восстановительной медицины начал вести прием высококвалифицированный врач-ортопед. Ортопед – это специалист по диагностике и лечению пациентов с деформациями опорно-двигательного аппарата. К нему обращаются, как правило, с такими проблемами, как плоскостопие, переломы, спортивные травмы, сколиозы, заболевания позвоночника, грыжи и травмы костей. Мы познакомились с врачом и его пациентами. Сладко спит и ничего не подозревает. Кирюшу мама везет на прием к ортопеду первый раз в его жизни. Крохе всего полтора месяца. Такого специалиста педиатр советует посещать на первом году жизни ребенка не менее пяти раз. Благодаря раннему выявлению грамотной и своевременной схеме лечения ортопедические проблемы у детей успешно поддаются коррекции. Скелет малыша пластичен и податлив. Кирюше приходится прервать свой послеобеденный сон. Сначала доктор интересует все нюансы протекавшей беременности, затем он приступает к осмотру. Ортопед внимательно обследует все суставы на подвижность. Особенно тщательно он осматривает тазобедренные суставы и обязательно проверяет, одинаковые ли длины ноги малыша. Оценивает правильность телосложения ребенка, чистоту и цвет кожных покровов, форму и положение головы, пропорции частей тела. Кирюша вел себя как новорожденный ребенок, но в целом он себя вел хорошо. Он хороший малыш, врач сказал, что он хорошо развивается. Рекомендовал нам дополнительные обследования по сроку пройти, которые мы должны. Но так в целом и развеял наши сомнения все и волнения по поводу малыша. Но мы приемом остались очень довольны. Маме Саид Кайбулаев посоветовал еще сделать УЗИ тазобедренных суставов. Этот метод диагностики сейчас включен в протокол обязательного обследования детей. А еще дал рекомендации по уходу за ребенком, гимнастике, массажу. Восьмилетнего Ивана мама привела к врачу для детального осмотра позвоночника и стоп. Мальчишка учится во втором классе, за своей позой за письменным столом не следит. Вот и результат. У Ивана проблема с осанкой, как и у многих его ровесников. Исправить можно массажем, лечебной физкультурой и занятиями в бассейне. Я его привела на прием к доктору, потому что он, когда сидит за столом, за письменным, он горбится. На профилактических осмотрах врач-ортопец спрашивает у своих пациентов, если жалобы. Просит посидеть и постоять в привычных позах. Прощупывает конфигурацию черепа, каждый сустав на руках и ногах. Позвоночник проводит тесты на двигательные функции. Сравнивает длину конечностей и выявляет болевые точки. На специальном аппарате, плантографе, конфигурацию стопы. У Ивана, кстати, восхостопия нет. В спектр того, что лечит врач-ортопед, входят порожденные патологии, дефекты развития костной системы, осложнения после инфекционных болезней, хронические первичные бытовые травмы и увечья, а также посттравматические состояния и заболевания костной системы. Какие симптомы должны насторожить родителей, Саид Хайбулай поясняет. Хромота ребенка обязательно, постоянные хромота, завороты ног, косоплопия так называемые, это обязательно надо есть. И какие-то образования в области суставов, костных выступов, это даже не надо ждать, бегом-бегом. Без операционных практически ортопедии можно вылечить процентов 80. Это заболеваний. Нарушение осанки, плоскостопия, косолапия, т.д. Но это своевременное, вовремя выявленное, то, что взяли. Очень многие заболевания подлежат диспансеризации, ежегодному осмотру. Очень распространенная болезнь из Озбута шлятера, это боль в области коленных суставов. Также у детей сейчас встречается ревматоидная артрита. Саид Хайбулаев принимает не только юных пациентов, но и взрослых. Так же, как и врач спортивной медицины и лечебной физкультуры. Сегодня на кушетке Иван. Мама приняла решение начать исправление осанки сразу же. Массаж назначается детям при любых заболеваниях, начиная с двухнедельного возраста. Всем детям показан массаж. Будет ли он лечебный, гигиенический, профилактический, но все дети могут проходить массаж. На первом году жизни делается массаж общий с элементами лечебной физкультуры до 30 минут. Сколько потребуется сеансов, это все индивидуально. Во время массажа происходит не только механическое воздействие на кожу и мышцы ребенка, но и рефлекторное, запускающее или налаживающее работу внутренних органов. Специалисты отмечают ряд положительных изменений, которые можно заметить у ребенка после процедур. Улучшение кровоснабжения, повышение мозговой активности, нормализация тонуса мышц. Мы вообще хотели вот эту тему детства в ортопедии и травматологии развить, потому что наблюдается очень серьезный дефицит в нашем городе именно таких специалистов. Мы их достаточно долго искали, и сейчас помимо врача-ортопеда, который принимает с нуля, у нас еще есть врач, который делает детский массаж, именно врачебный детский массаж, опять же, с нуля лет. И это крайне важно. Записаться к специалистам можно по телефону. Врачи настоятельно советуют не пренебрегать профилактическими осмотрами, чтобы вовремя выявлять и лечить. 11 апреля в Кашире пошел образовательный форум «Курсом лидера». Участие в нем приняли более 170 представителей активной молодежи, в том числе молодогвардейцы из Серпухова. Серпухов, Кашира, Ступины, Чехов, Пущино и Протвино. Представители общественной организации «Молодая гвардия Единой России» со всего Южного и Подмосковья собрались во Дворце культуры ожерелья в Кашире. Наш округ представляла и делегация из 16 человек. Мы сделали регистрацию полностью открытой. Каждый желающий может прийти на форум. То есть не такая закрытая история, где это делается для своих. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наша организация дала возможности для реализации той или иной цели, мечты, идеи и воплощения ее в жизнь. Вот для этого мы сегодня здесь. Начиная с 18 декабря прошлого года, подмосковное отделение «Молодой гвардии» при поддержке правительства Московской области и фонда президентских грантов провело уже 9 таких мероприятий. Основная задача – помочь неравнодушной к проблемам других молодежи раскрыть свои таланты. Ребята проходят обучение по направлениям проектирования, волонтерства и медиа. Вместе с этим активисты оформляют собственные социально значимые проекты, которые будут реализованы в ближайшем будущем. Амбициозные, энергичные, креативные. То, что молодогвардейцы не боятся работы, они доказали еще в период пандемии, а после в распределительных пунктах сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Ребята первыми оказали всестороннюю помощь и поддержку тем, кто в этом нуждался. Вот, мы должны ребятам прививать патриотин. Мне кажется, они своими действиями уже доказали, что они патриоты. А к курсам лидера мы как раз говорим про то, что на сегодняшний день, вот сейчас самое время оправлять самые лидерские качества свои. Следующий форум «Курсам лидера» состоится в Солнечногорске уже в эту среду. Завершится программа в мае общеобластным мероприятием, на котором подмосковная молодая гвардия выберет самые удачные инициативы, которые получат гранты на реализацию. «Сорок на двоих» – это совместная выставка серпуховских художниц Надежды Нефедьевой и Анастасии Есиповой. Она открылась в музейном выставочном центре. Название выставки не случайно. У молодых художниц много общего. Обе сотрудницы музейно-выставочного центра, обе многодетные мамы, обе действующие художницы. Вместе учились в детской художественной школе имени Бузовкина у одних и тех же преподавателей. Вместе закончили Московский областной педагогический колледж. После их пути на время разошлись. Надежда продолжила учебу в Институте лёгкой промышленности. Анастасия в Московском университете печати на факультете графики. Надежда занимается скульптурой, театральной бутафорией, тиражной графикой, работает с совершенно разными материалами. Но живопись остаётся одной из главных тем её работ. Вот это клён на соседней улице, который я помню с детства. И его золотая шапка меня поражает каждую осень. Сейчас домика этого уже, правда, нет. Там бабушка умерла, вступили в наследство дети, в муки, его снесли. Я очень боялась, что клён тоже спили, но его оставили. Его оставили, немножко подровняли нижние ветки. И он с вот этой золотой шапкой, необыкновенной, огромной. Внизу, когда поднимусь и не стоишь, это как золотой зонт. Он остался, к моему счастью. И вот много у меня таких работ. Вот этот мотив у меня встречается даже в нескольких работах. Моего двора, моего соседнего, вот как дети, лунная ночь, снеговик. Смена времён года, дня и ночи, занятия во дворе и саду вдохновляют надежду бесконечно любоваться изменчивостью природы и запечатлеть в своих работах красоту жизни. Анастасия предпочитает графику. Работа линёрами, маркерами, тушью. Вдохновение черпает в музыке, мрачных историях, в собственных переживаниях. Например, у меня представлена серия, это как бы комикс, он так называется, комикс моей жизни. Это когда я была на море и начала рисовать. Сначала это делала, зарисовывая с натуры, но потом подумала, что ж я с натуры, надо что-то придумать своё, как будто я на отдыхе, тут со скелетом. Ну, тут получилась у меня серия работ, где я со скелетом. Когда я рисую, я всё время слушаю музыку, ну и вообще постоянно по жизни, меня сопровождает музыка, очень меня вдохновляет, я черпала вдохновение и стараюсь нарисовать, если у меня какие-то сюжеты, песни очень поразили, мне нравится это нарисовать. Ну, это все работы любимые, которые дороги, очень близки сердцу, которые порой складывались годами, выкристаллизовывались идеи, там, вынашивались годами и, наконец, воплотились. Ну и, конечно, нам очень важно, во-первых, любовь наших друзей, которая тоже нас стимулирует к дальнейшему творчеству, чтобы удивлять их, чтобы поражать какое-то новое совершенствование своей техники, совершенствование сюжетами. И мы хотим свое видение красоты дарить своим друзьям и знакомым. Работы, представленные на выставке, выполнены в разной манере написания и в разных тематиках. Но, как утверждают сами художницы, они дополняют друг друга. Экспозицию можно посетить до 17 апреля. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Еще больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте, на сайте администрации, в социальных сетях. Будьте в курсе событий, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона Студо и Парсек Это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков, профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке, натяжные потолки от Студии Парсек. Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.